Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- в новую жизнь в новый мир с новой правильной хорошей стрижкой сегодня вас ждет как обычная не совсем обычная прогулка мы с вами стартуем не со станции метро васильоостровская но если бы мы стартовали оттуда если бы мы перенеслись с вами бы на эту станцию метро лет так цать назад год 1900 допустим 93 скажем и это был бы пусть не четверг допустим пятница 20 00 то мы бы на выходе из этой станции метрополитена обнаружили бы довольно странных на тот момент людей сейчас бы они никакими странными бы не показались потому что сейчас я вот недавно водил экскурсию в москве и мы проходили мимо морозовского садика там где был штаб левоисеровского мятежа в свое время там какая-то пивня не пивня и сидят вот эти люди вот эта хипстерня да все в татуировках в спортивных костюмах бородатые я говорю смотрите какая-то помесь бандитов и неформалов начал 90-х только эти конкретно пьют черничные смузи кофе raw и крафтовое пиво с каким-нибудь лишневым вкусом а в начале 90-х все бухали паленую водку и то что уж тут говорить употребляли различного рода наркотики и надо сказать что время было понятно определенная и об этом если не будем говорить что было за время и что она принесла нашу жизнь особенно петербургскую части музыки дело в том что оканчивать мы сегодня будем там где раньше располагался единственный в своем роде клуб которого не до не после этого не существовало и вдвойне удивительным тот факт что этот клуб сделал бывшего училист группа аквариум все вагакин абсолютно святой человек не только в моем мире сейчас мы посмотрим вот туда вот это здание в сетке и сверху там такая башня оператор нам наведет на нее дело в том что это бывшая табачная фабрика ла ферма называлась мы сейчас идем отсюда тут у нас велосипеда воска за нами следует воспитываем значит фабрика ла ферма это была первейшая табачная фабрика в российской империи ну и естественно столицы российской империи именно на этой фабрике после войны был изобретен беломор ну как изобретен просто папирос то были до него именно имеется ввиду этот ядерный состав табака не как человеку который мало того что любит кисик чем бесит многих почему-то и как человеку который конечно же имел отношение к продаже марихуаны когда-то беломор был интересен не с точки зрения его курения с точки зрения понятно чего фабрика ла ферма конечно же была национализирована и она стала называться фабрикой имени урицкого господин урицкий в отличие кстати от господина володарского который был на самом деле гальдштейн имел свою настоящую фамилию он был председателем петербургской чека петроградский вот отсюда кстати эта башня еще раз вылезает мы сейчас про нее вообще поговорим что это за башня такая чего она нужна но в принципе если вы смотрели мои видео или может быть даже вы не смотрели мои видео в принципе интересуетесь всем этим то вы должны знать что это за башня вот центр города посмотрите какой замечательный антураж чисто конкретно петербургский буквально котёна через а я люблю тебя ты жизнь моя наверное от слова катик да здравствуйте вам нравится забавно вот поднимает настроение вот об этом еще не будем говорить понимаете забавно поднимает настроение потому что среда в которой я вырос до ленинградский советский союз там было не так много забавного не так много чего поднимал настроение очередная замечательная междумовая щель так вот фабрика табачная получила название урицкого он был одной из жертв первых жертв первых святых советских его убил леонид канегейсер я рассказывал об этом на дворцовой площади у меня есть об этом отдельная экскурсия и у ладарского тоже убили в районе нынешнего ладарского моста там была не увязочка потому что мало того что мы убил ссср так еще и рабочий на ту беду да вот не был гвардейская сволочь а вот рабочие с мы сейчас будем переходить дорогу вообще тут тоже можно нырять дворами и по этой стороне но у нас сегодня задача другая хочу дать лайфхак сказать вот здесь вот есть такой кафе вот загляни туда там такой отличный интерьер очень стильный рекламируем ваше кафе да все для вас очень вкусно обязательно да так вот на самом деле интерьерчик там ну такой вы видели да а кухня очень вкусная вот это национальная такой хороший кухня до плев я тогда несколько раз людей приводил они сначала были в диком аутисе по куда-то не подожди что поедет потом у меня и некоторые экскурсанты сюда тоже заглядывали очень палили то есть не все делаем интерьер вот следующий корпус это тоже принижал этой фабрике на самом деле он был построен начале 20 века вы можете видеть по его конфигурации ну и в общем-то после убийства урицкого володарского и покушение фанта фанта капла на ленина москве начался красный террор и гражданская война интересно то что мы северийский очень симпатизировал бухарину и троцкому в . володарске именно так он именовался у него даже не было имени имеется ввиду то есть некоторые меньше владимир володарский тоже симпатизировал троцкому то есть не исключен тот вариант что если бы их не ухайдакали в 1918 году то спустя 20 лет их участь была бы предрешена как участь того же самого бухарина но вот это была такая повальная тенденция именовать всевозможные предприятия именами тех как этим предприятиям вообще к процессу производства не мило какого отношения я вот опять-таки недавно просто был москве и рассказывал там про даже не буду говорить фабрика имени бабаева каждый раз задаю вопрос во первых кто так бабаев да мало кто знает куда бабаев естественно генсионер один из и как эта фабрика раньше называлась фабрика раньше называлась имени морозовых господи морозовых абрикосов и даже не имени это просто было их фабрика абрикосовская фабрика ну точно так же как красный октябрь это или они по-разному произносили эту фамилию и по поводу вот этой вот башенки которые увидели это башни вода башни против воздушной обороны на которую забирались и и основном молодые девчонки наблюдали за ним за самолетами ночное время естественно потому что самолеты мобиль и блокады ленинград в основном по ночам а днем был артиллерийский обстрел и такие башни сохранились петербурге их много у нас есть даже контакте группа башни полу совсем вообще совсем сумасшедший не говори брата а туда можно зайти скажи пожалуйста снять что-нибудь туда можно зайти на секунду заглянем на секунду и уйдем хорошо нельзя нельзя аварийная ситуация ну что ж ой голоса не жалеет грей скоро я их скоро сбрею но мы зато зайдем другие на самом деле дворы вот тут кстати магазин на первом этаже раньше была квартира моего сенсея валерия валеры привет ему продал купил мне квартиры себе и матери настолько ценится коммерческая жилплощадь возвращаясь к началу и концу это наша сквозная тема сегодня дело в том что я вырос в ленинграде и я вырос с определенными установками я в них верил свято я был пионер октябренок пионер в комсомоны уже не вступал он еще был жив но я же понимал что не надо не вступать как бы это уже совершенно не моё и мы правда там пропустили один знак асавиахима на том доме но здесь вот я второе покажу на бывшем кстати богоугодном заведение к слову оптичка ход видите такой за трапезный знак за трапезный смысл в такое превратился общество содействия авиационной химической промышленности после ахилия я это тоже неоднократно рассказывал своих экскурсиях вас обучали ну по сути диверсионной деятельности да то есть стрельбе из винтовок прыжкам с парашютом гранаты выкидали из пулемета стреляли и юноши и девушки абсолютно здравые цепи начинания потому что когда ты юный молод себе это прям сам прям самый кайф а самое главное это было бесплатно и отсюда в общем-то во время войны как вы понимаете то все очень сильно пригодилось мы с вами сейчас будем нырять сюда вот я тут водил группу недавно и спросил что это такое первый раз я услышал правильный ответ застил свою практику вот видите колеса каретные отбойники была такая фраза я да просто называю точнее колес на отбойные столбики вот как правильно звучат очередной закуток счастья где располагается подростков молодежный клуб протона и вот в другом подростковом молодежном клубе был организован клуб там-там о котором мы сегодня будем говорить огромная стена бронмауэр видите как вот сочленяются до эпохи это по сути там трех четырехэтажный дом а вот дальше уже капитализм нарастает и имеет свой адский аппетит очередной от перфекциониста у нас окна расположены не так как мы привыкли собственно если мы пойдем вот туда мы выйдем на следующую линию наша задача на в этом не заключается мы туда не пойдем мы сюда заглянем просто потому что здесь очередная винт шахты из бомбоубежища ведущие мы сегодня будем наблюдать их немало она ведет в подвал одного из этих домов скорее всего вот этого в общем ты растешь сначала ты там не знаю тебе кажется что очень круто эта группа оба на бобине потом тебе кажется что очень круто эта группа арабецкие помню была такая за и бар до клевая группа на самом деле при том что она даже не штатов сейчас я это понял потому что чисто по произношению тогда английского языка не знал потом вдруг твою жизнь начинает врываться там группа кино да в пионерском лагере впервые я услышал всякая алиса у меня одноклассник триэль гасан задэ у него отец работал звукорежиссером на линдфильме и соответственно фильм взломщик да и знаковое кино того времени и в общем то с этим начинаешь расти да уже уже твой мир начинает рушиться ты понимаешь что то а потом когда вот самое начало девяностых ты вдруг открываешь для себя помимо вот таких вот замечательных видов музыку в стиле дэд кеннеди секс пистол ну а потом вообще всякие там трэш и дэст метал и ты у тебя просто реально сносит башню то есть ты начинаешь осознавать несколько вещей вещь первая заключается в том что ты все это время существовал в некой матрице сейчас мы тоже существует матрицы да то есть когда вы вот с этой штукой все вы в матрице но вы понимаете правила игры но по крайней мере те кто там понимает что такое интернет что на вас заделать деньги но и система дает тебе делать деньги то есть то что я сейчас имею я имею исключительно благодаря ютюбу а тогда ты жил в матрице этого не понимал и вот эта матрица разрушилась и вдруг ты выясняешь что оказывается в мире все это время происходили какие-то колоссальные потрясающие вещи там всякие фильмы на это череда видео салона музыка списался еще в конце 70-х вот с такими штуками ходили вот очередная у нас шахта и покажу вам сейчас очередной закуток а вот мне нравится здравствуйте мы исследуем эти дворы на предмет женщин которые живут в лестнице номер пять вы не желаете нам ответить на вопросы ой смотри какая тут прекрасная извините что мы позарились на ваш подъезд ну и такие люди в петербурге живут не херст и вот 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 с этим с этим ты всю жизнь жил не суйся не ходи не одевай не высовывайся чего ты как бы вылупился вот это вот все понимаю вот с этим ты жил да вот она прекрасный вид ну понятно что может быть она живет здесь а может они здесь и поэтому она такая радостная вот меня часто спрашивают как влияют такие вещи на людей да вот так вот они влияют на то становится добрым приветливым ну и вообще в жизни радостно потому что как бы зачем тебе улыбаться окружающему миру когда окружающий мир вот такой ну и вот такой даже здесь вообще отлично может быть она вот там живет тогда я можно понять конечно отчасти хотя тоже жил в полуподвальное помещение я не был таким агрессивным в общем вот это все на тебя обрушивается музыка кино причем своей какая-то своя собственная история который ты даже не догадывался какие там писатели поэты вне те же самые бухарин троцкий что я знал в школе там про какую бухарина и троцкого абсолютно ничего и это в тебе во первых вот это порождает в тебе ну некую агрессию и некие вопросы вообще к жизни то есть почему так происходит да почему ты жил в системе которая тебе нагло врала врала второй момент ты вдруг понимаешь вот эта музыка и вообще вот этот культура она тебе очень близко по настроению по духу и ты начинаешь этим интересоваться и более того тебе даже в какой-то момент возникает желание начать это играть а играть это негде ну просто негде понимаете до этого существовал рок-клуб уже не секрет что он был создан для того чтобы просто все эти неформалы сидели под колпаком но в рок-клубе чтобы ты начал играть что значит начал играть ты максимум там дашь там два-три концерта в год тебе нужно пройти вот сейчас даже люди не понимают что такое литовка текстов значит такую литовка текст то есть предоставляешь тексты на утверждение худсовета и они тебе говорят ну типа да эти тексты подходят а вот эти тексты не подходят пусть была определенная цензура ну и соответственно если ты члены рок-клуба если ты более-менее успешный какое чудесное стекло девятая линия самый самый смак то тебе дают играть в худшем случае ты играешь один раз в год ну а дальше ты вообще можете играть в принципе то есть ты можешь там прийти если скажут спасибо ваше и так далее и при этом ты как бы ну вот формата всех этих коллективов типа там аквариум кино да 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 они все прекрасно да но они были с лепком вот эпохи определенный а здесь вдруг нарисовывается целая новая субкультура всякие там егоры летовые журнал контр культура я помню такой где я прочитал интервью с переведенный интервью с жалобой афро вокалистом дед кеннедис и просто офигел от того что там говорил а потом когда известно что он баллотировался на пост мэра у меня тогда вообще ну как бы это вообще не укладывать башки как это можно как как что это за мир где ты можешь быть там не просто рок музыкантом а вот такие вот прямо альтернативным музыкантом потом пойти в политику вот одна из моих любимых арочек тоже видите какая высота прекрасная почти ирокезом достанешь ну и в группе аквариум все вага кирвилл ученист он миллион раз об этом рассказывал попал на запад он там обалдел от нескольких вещей ну во первых он обалдел от того что в самом за трапезном клубе люди играют так на таком уровне как нам никогда и не снилось да принципе гребетчакова когда спросили в первый раз что его поразил на западе в музыкантах он сказал меня поразило то как там люди работают вот ой бананчики съели тут лежали бананчики и водил экскурсию уже съели бананчики это или чё-то кухня то ли что-то очередной на закуток счастья с местной пепельницы и так далее но вообще сюда как правило вот эти окна это кто-то на на что-то стряхнул сверху эти окна они как правило это выход всяких там ван туалетов или или с коридоров вот смотри наверх какая прекрасная перспективка и вот здесь еще моя любимая щель но я уже говорил что вообще вот так вот по идее должны были строить дома да помимо того чтобы брон мауэр и так еще вот такое пространство должно было быть чтобы никаких пожаров не возникало соответственно первое чего поразился сева гакель на западе это от уровня игры второе от чего он поразился так это от вот наличие таких вот клубов маленьких клубов где понимаете в чем дело для нас сейчас абсолютно и общее место что ты приходишь клуб и вот перед тобой там музыканты или там стендаперы или павел перри со своей там лекции или еще кто угодно в то же время всегда ну то есть на концерте эксплойтед или там на концертах когда они к нам приезжали вообще стоял омон перед сценой то есть и не дай бог ты там начнешь слэмить да сразу тебе прилетала дубинкой то есть было жесткое расстояние между артистом и публикой а тут вот она здесь небольшие клубы и там играет все на белом свете абсолютно играет на очень высоком уровне ну и гакель конечно от этого обалдел и он приехал сюда и он совершил поступок который вот сейчас для людей современности он абсолютно аллогичен аквариум он всю жизнь был в подполье и играл там квартирники и прочее ну вот у меня было интервью с наташей хал которая там фотографировала и боба и всех остальных еще там волосатых семидесятых на кухне это все происходило там у нее дома до примерно этот он попер аквариум попер и как бы на типа пошли деньги пошло это все так сказать стало преображаться в некую материальную составляющую и казалось бы здесь и надо грести бабло лопатой чем все начали заниматься и по моему мнению наверное в общем-то и заслуженно они начали этим заниматься ну потому что в принципе музыкант должен как бы получать свой труд тоже деньги но гакель я вас сюда веду специально показать очень нравится такая картина висит народная гакель он ушел из аквариума он ушел из аквариума в тот самый момент когда аквариум попер вверх это это вот это это очень его характеризует смотрите какая прелесть я не знаю кто художник да но вот это судя по всему лошадка причем видите здесь она такая а вот здесь она возможно это уже лошадка который на колесиках что имел художник я не знаю но две голых девушки стоят друг напротив друга с лошадками прекрасная образец народного творчества собственно как и вот это вот видите электро пункт да мы сейчас вернемся еще более хитрым образом вас проведу ну и второе соответственно гакель при я посмотрел несколько интервью с севой во всех интервью оперирует что ну вот я играл он даже не называет слова аквариум вот та известная группа где играл или там то то известная группа вот он называет известная группа даже не упоминает хотя они очень гремочком были друзья я надеюсь что и до сих пор и не остаются и второе когда он сюда приехал у него конечно была идея сделать такой клуб но но как бы как ты его сделаешь клуб это вообще ты бабы бабло ну все всем этом знаю то есть ты хочешь сделать клуб ты должен как бы вложить деньги то есть найти помещение там это давайте прочим это это самое начало 90-х и он совершенно случайно натыкается на помещение на васильевском острове молодежный центр и местный соответственно господи александр забыл какого фамилия к студу своему вот мы заходили в ту арку мы могли бы пройти напрямую да но мы вот так вот обогнули сейчас идем сюда ну подпишу фамилию потому что это фамилию нужно на самом для отметить потому что это тоже уникальная ситуация когда будущий по сути функционально функционер предложил помещение бесплатно под клуб да блин какой клуб ну то есть конечно там шла речь про то что там вот играть там какие-то группы но как бы что это за группы еще на тот момент никто не понимал и даже сам гакель я думаю не понимал что там будет происходить начал это просто сначала там кит концерты для своих при том что это крайне важно вот чудесный тоже пейзаж я очень часто спрашивают всякие фотографии такие сам себе режиссеры и прочее павел а подскажите какой-нибудь такой антуражный двор где там трали валит да хрен его знают любой двор антураж на ответе здесь например всюду жизнь зелень зелень растет видите какой зеленый двор но еще мне здесь очень нравится конечно занавески вот эти наглухо повешены вот я тоже примерно также жил свое время у меня просто одно из окон было просто полиэтиленом и пленкой забиты намертво потому что зимой там было адски холодно вот соответственно начали там какие-то присоединить концерты я по я учился в училище столярном да я так уж получилось меня нелегко занесла в так называемую левую среду где я не видел абсолютно ничего левого я видел там красный капитализм в чистом виде и диванное творчество вот очередной нас закуток счастья самое главное что я там не увидел так это пролетариев а я вот как бы ну вот учился на столяра сначала вот у меня видите замечательные два пальчика каждый раз показываю фуганки побывавшие срезанные и естественно у тебя образ жизни был такой вот как сейчас помню вот мы стоим с лёхой кабанином это древесно-студышную плиту на станке прогоняем там сначала четыре часа до обеда и потом четыре часа после обеда ты выходишь с такой вот абсолютно главой до плюс вот вся эта необустроимость конца восьмидесятых начал девяностых вот очередная у нас н-шахта из бомбоубежища привет дружественные нам люди напоминает кстати о 90-х отчасти потому что в то время вот эта фраза проблема да чуток проблема муж видела вот в общем короче кто-то мне говорит есть новый клуб в она я помню лег иванов клуб там 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 вообще огонь а а дело в том что городе не было клубов ну понимаете вот мы живем в ситуации когда сейчас приходится какие-то элементарные вещи объяснять в городе не было клубов в городе если ты имеешь магнитофон ты в дамках сейчас вот тебе магнитофон видеоплеер все на белом свете а тогда чтобы слушать музыку тебе нужно было ее на чем-то слушать на еще еще даже бобины были в ходу ешь молчу нам про кассеты и так далее сейчас вот сюда повернем сначала налево каждый тут один двор потом двор близнец ну и в общем я приехал в первый раз туда я до этого ходил я был я был в лдм на мне был 14 лет а ходил в дм там какая-то группа крематорий играл она мне понравилась на самом деле да вот это уже такой самый настоящий аутентичный закуток счастья тук-тук-тук кто в теремочке живет кто в невысоком точнее блин очень даже высоком живет здесь один вот видите как изменился плохо он даже не посмотрел на меня это счастье и там 2 за куток счастья запомнили до конфигурацию двора потому что сейчас я вам покажу такой же двор близнец туда не будем ходить хорошо там конечный двор я так сбиваюсь и теряя мысль ход повествования приходится в голове прокручивать что я уже сказал ну чтобы рожа да я приехал у меня просто ну то есть я был на фестивале рок против террора в москве в 14 лет мне было я был соответственно вот в лдм еще на нескольких концертах но это все будет был такой прямо рок рок ровно а тут вот такое да и я я я сначала вообще я охренел я не пойду что это вообще такое первое что меня убило то что ты подходишь к сцене и вот они вот они музыканты во вторых какие-то музыканты это было абсолютно новая музыка ну то есть 80 70 80 процентов музыкального полотна в там-таме это был конечно же хардкор и панк это мне тогда было крайне близко на и и как бы и и вот этот хардкор и вот он панк только уже в отечественном исполнении вот здесь бы мы на самом деле сюда бы мы вышли если бы мы вот помните я вам там говорил что мы можем выйти сейчас я достану тут пару книжечек потому что все вертится по кругу и если у правительства вместо мозгов жопа относительно молодежной политики и если сама эта молодежь ищет какого-то выплеск то все это притворяется вот в такие вещи у меня в руках вы это одна из книг до степан халтурин жизнь замечательных людей вот как как все зависит от контекста человек устроил теракт зимние дворцы в результате которого погибло несколько солдат охраны царь не пострадал затем он покушался уже в одессе еще на одного прокурора стрельникова и вот жизнь замечательных людей его именем была названа и улица никакая улица миллионная улицу понимаете ну понятно почему потому что он там в диме дворцы устраивал взрыв и вот у меня тоже одно и постоянно показывает хрестоматийная книга народовольте петербурге здесь в конце у нас есть перечень адресов всех вот этих вот выдающихся ребят халтурин с.н. степан николаевич середина апреля конец июня 1879 года это как раз перед тем как он устроился на сначала на яхту а потом после яхты он перешел в зимний дворец смотрим 10 линия васильевского острова дом 37 дробь 3 но потом это было поменялась нумерация до 10 линия васильевского острова дом 39 значит смотрим на этот дом 10 линия васильевского острова дом 39 вот когда-то сюда ходил степан халтурин который на самом деле был один из самых прогрессивных рабочих у него довольно такая жесткая судьба у меня есть отдельный выпуск про него но пара слов скажу сейчас мы сюда еще воду разойдем он вообще из вятки и он поехал в москву вместе с группой товарища и вы не поверите они хотели в америку в америку отъехать осторожно какашка все для вас да и когда они приехали в москву не были деньги причем деньги эти одна из девушек вышла замуж специально за там одного чувачка и досталось ее приданное по этой теме и вот вам дубль 2 все то же самое так так практически такой же закуток счастья аж ну почти практически в три оси хотя есть места где даже из 5 ну и здесь только конечно не хватает чтобы вот вот так вот все это дело произошло вы местные демоны вот это примерно атмосфера там там а вот такая да и просто ведь конфигурация абсолютно одинаковая положим предмет на место он на самом деле нужен людям здесь давай я уберу книжечки да они хотели рвануть в америку она там одна из девушек специально вышла замуж за чувачка и до полторы тысячи рублей досталось в наследство на эти деньги они хотели поехать организовать рабочую коммуну короче приехали москву и москве там один персонаж халтурина просто кинул попросил у него паспорт эти деньги отправил его что такое бибики молодец я умею манипулировать людьми но для этого нужен ракет да в общем его прокинули он остался без денег вообще без паспорта ну и в общем скитался довольно долгое время пока наконец вот не погрузился рабочую петербургскую среду и потом сначала он был абсолютно против террористических актов он негодовал на этих интеллигентов говорю как только вы интеллигентского то хлопни так сразу нас аресты и все вот наша работа до подпольной подпольной типографии сюда все летит тартары и в итоге сам вот понимаете поскольку был гениальный лакировщик про него говоришь что твои лакировки блоха поскользнется то вот он получил место сначала на императорской яхте от оттуда уже попал зимний дворец устроил взрыв но все это про потому что правительство которое сначала делала шаги по направлению к гражданским свободам в какой-то момент начала пятиться назад а второй момент за который меня очень сильно троллили и шмарили но я считаю что абсолютно в этом проблема не мало субкультур не было субкультур в которой бы молодежь могла бы вот вот эту свою энергию выплескивать да потому что вторая половина 19 век это вообще все выключено даже официальное собрание мы сюда почему пришли потому что я вам хочу еще показать здесь один дом заброшенный интересно сколько я подтянусь давай проверим сколько я подтянусь до проверим 10 твоя ставка 10 ну если я подтянусь 10 это будет это будет очень даже неплохо у меня правда локоть болит 10 снасать восемнадцать девятнадцать двадцатку достаточно по кругу зациклим не нужно не надо сушки на 20 для 45 лет я считаю неплохо а почему так произошло я об этом буду рассказывать потому что именно благодаря тантаму я открыл у себя на стрит и так вот домик стоит здесь давным давно таком заброшенном состоянии тут раньше всякие бомжи тусовались я вожу есть уже два года группы вот все вот так же продолжает быть хотел еще спросить сколько я на брусьях сделал ну хрен с ним уже не будем в общем вот халтурин вообще народовольцы халтурин частности народовольцы в общем это как раз очень наглядный пример абсолютно безграмотные политики государства да и непонимание того что нужно в принципе в какой-то момент той или иной части населения и с этим же связано кстати еще одно здание которое нас ждет по ходу пьесы в ну бы естественно будем прерваться не все про там-там нам и гуляем по городу петербургу я как никогда да кстати знаете что гид и экскурсовод и так раз разные вещи я выяснил пару месяцев назад оказывается гид-переводчик это тот кто водит иностранцев того тут то будет на русском языке а я получается и то и другое иностранцев водить не люблю сейчас в общем-то особо и не поводишь их женское образование в городе своем петербурге было уровня ниже плинтуса да то есть первые курсы так называемый аларкинские курсы располагались возле того самого аларчиного моста там кстати училась софья леона перовская сестры корниловы а дальше было еще несколько начинаний вот одни из них получили название бестужевские курсы располагались они вот здесь о чем гласит у нас вот эта мемориальная доска несложно догадаться почему они назывались бестужевский по фамилии бестужева рюмина на первого директора этих курсов обратите внимание на перечень фамилию крупская а и ульянова о и ульянова в общем все семейство на ленинская тут училась и обязательно подпись и другие видны участницы революционного движения в россии потому что естественно это очередной геморрой для каждой власти что делать я между каждой власти в нашем государстве независимости от формации это российская империя будет советский союз будь то нынешнее правительство что делать вот с этой вот молодежи которые получают высшее образование потому что она начинает радикализироваться то что она начинает а получать определенные знания и наращивать свой интеллектуальный базис ну и плюс естественно когда ты юный молот у тебя некий бунтарский склад характера не открою вам тайны миллион раз повторенная фраза что если ты не был молодости революционером у тебя нет души если ты старости не стал консерватором тебя нет ума и выше эти вообще любые женские курсы тоже не исключение нам перовская одна чего стоит понимаете хотя конечно случае с перовской там имел имел место быть еще конечно семейный конфликт очень жесткий месяц папочкой не понимал это я это все подвожу на самом деле вот опять-таки гениальные роли все вы гакели который он сыграл вот в первых 90-х для части петербургских подростков вот ну и соответственно вот эти бестужевский курс они существовали довольно долго с перерывом бестужевки называли так но некоторые звали их бестыжевки я конечно ничего бесстыдного в них не было девушки причем там нужно было ну то есть курсы были платные 300 рублей в год нужно было чтобы поступить а пойдем сюда согласие родители обеспечивать студентку на протяжении всего ее обучения это первое вот очередной мой любимейший двор кто-то поссал рядом же посрал ну в общем все как мы любим я это вам показываю отнюдь не потому что ну и вот на этим не нравится грязь нет у меня есть смотрите предыдущий проход по исаакиевской площади да там не было никакой грязи я просто показывал вам город с разных сторон обратите внимание на фактуру стены вы видите вот такой выступ вот там с его стороны и вот здесь вот очень странный такой рельеф это неспроста на самом деле это некое усиление на самый натуральный контрафорс который можем наблюдать данном случае чтобы дом не съехал потому что дома едут вот очередной наш маячок видите 29 02 02 он был туда впаян но вот с тех пор вроде как уже трещины не было на то есть дом плыл и остановился ведь поглотали вроде перестал ехать кирпич позволяет это делать значит согласие родители обеспечивать 2 это кстати не только по поводу высших женских курсов везде нужно было справка о благонадежности да то есть вот прикиньте вы сейчас поступаете в вуз и вам говорят ну во первых справку от родителей без справку из ментовки местные или там еще это может быть из органов побольше там из фсб с какими что вы соответственно не против там не знаю допустим нашего солнцеликова владимира путина вам это кажется странным но вот в то время такие были порядки мы можем пойти туда и мы там на самом деле окажемся вот здесь мы окажемся но мы пойдем не туда потому что видите вот решетка этот антисанной решеткой тут раньше можно было пройти ну вот я сейчас проведу вас еще одним хитрым путем где можно пройти очередная наша абсолютно ровная стена ты не пройдешь ладно в тему вот соответственно вот что понимал гакель и чего они понимали другие люди так это то что молодежи нужно дать выплеск выплеск вот этой энергии и лучше пусть это происходит в каком-то конкретном месте например вот в этом новом клубе который получил название там там сколько я кого не спрашивал никто не может мне ответить вопрос как это название родилось оно вообще в принципе случайно появилось на этот белый свет ну собственно как и клуб молоко который там получил название молоко просто потому что это вывески с названием молоко там стащили и все мы с вами были вот видите во дворах вот таких вот посмотрите какие фасады при том что здесь вот эти два дома интерес заключается в том что один дом традиционный а второй дом он стилизованный уже в 50-е года построен это не такая распространенная практика особенно в сталинскую эпоху чтобы строить дома вот в таком необорочном стиле мы сами сейчас опять на среднем проспекте оказались откуда в принципе начинали веряем обратно сюда то есть мы вы могли пройти насквозь вот здесь да но мы с вами свернули вот там я вам грешим здесь окажемся еще и мы здесь оказались там с правой стороны будет очередная тессанная решетка значит для того чтобы выступить в там-таме потому что я например когда стал ходить денег не было вообще несмотря на то что нам платный вход но он был каких-то ну вот сейчас вспоминаю он был очень очень щадящий каких-то денег стоил но поскольку даже таких денег не было то естественно народ пытался как-то пролезть там вот эти печати перепитывать и сказать печати пытаясь этом при это конечно же там все об этом знали да про как сейчас принято говорить чите это уже старославянское слово про весь этот обман гакель закрывал на это глаза он там на многие закрывал глаза нужно было примести кассету и собственно я тоже этот путь прошел у нас была группа она не оставила никакого следа сейчас я понимаю слава богу что это что это не случилось потому что фактически мы ну копировали по сути там какие-то западные образцы пытались их как-то перелопатить ну и считали что собственно вот творчество оно в этом заключается да то что творчество оно должно на самом деле рожать нечто новое концептуальное и так далее как-то в голову особо не приходило потому что тебе хотелось ну и играть не хуже чем вот там вот эти чуваки ну я то уже там более-менее мы как-то уже следующую волну начали воспринимают себя там порядка чилипепер с речи генны машин то есть это вот ну грубо говоря примерно два ориентира на которые мы запали плюс гранц пошел все эти там нирваны перл джемы сангарден элисон чейнс и все такое прочее это тоже очень сильно нравилось вот то есть надо было записать кассету принести себе у меня есть ощущение я не знаю что сева на самом деле пускал туда вообще всех ну потому что конечно когда клуб начинался и я это сам отчетливо помню то там были вот в основном такие очень жесткие группы игравшие что-то такое между можем долго на самом деле решать что такой панк что такой хардкор в чем их отличие но хардкор мы не знаем он может быть более быстрый и там более короткие песни ярчайшим представителем этого движения на мой взгляд являлся проект SOD и MOD как мы их называли System of Undaun и Method of Destruction как до сих пор помню это их главный хит Kill Yourself, Kill Yourself причем абсолютно не политкорректные тексты вот сейчас вот когда переслушал когда уже английский выучил я тогда них ни хера не понимал кроме вот то есть в основном вот это было но туда все равно можно было прийти и услышать какую-нибудь группу припинаки была такая очень популярная группа которые играли достаточно бодрый танцевальный музыку группу камикадзе там группа спорт еще в той формации где мне пели девчонки я помню прекрасно эти замечательные концерты даже какие-то слова сейчас вспоминаю какие-то фразы возникают девочки танцуют танцы танцуют хорошо да вот очередная у нас вытяжка из бомбоубежища и вот типичная тоже картина гаражи от перфекциониста герб советского союза все как мы любим марк шайдер кунст лето в кайф и все тусуются на пляже ты эти песни слышал только там нет никаких интернетов ничего то есть эти группы играют там и ты эту музыку только там слышишь и ты только там ее и можешь слышать то есть как бы то что записывается альбом он потом опускается это уже история более поздняя абсолютные самобытнейшая группа химера котик смотри сидит смотрит в окно в коммунальной квартире да мяу 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 эдик старков по прозванию ред к сожалению покончил с собой в 97 году через год после закрытия там там закрылся в 96 году но мы до этого еще дойдем ну и конечно целые плеяда вот этих всех мародеры хулиганы вибратор зе пауки значит всякие приезжали разные чуваки из дружественных республик я помню группа распилили выбросили я и друг мой грузовик, что-то там еще. Но, в основном, конечно, хардкор. Хардкор причем такой бешеный ну и понесла. И, соответственно, это как бы нашло отражение и на моем облике. Если я сначала туда пришел, у меня была такая стрижка, у меня была стрижка, я такой хвостик себе выращивал, хвостик. Мне этот хвостик скины срезали на одном из концертов. Благополучно. Да, еще попросили деньги за стрижку. Но я-то тогда был не вот такой, как сейчас. Сейчас бы, наверное, по-другому, конечно, со всеми этими людьми разговаривал. Но тогда я был субтильный юноша и не умел драться. И подтягивал себя совершенно не двадцать, я не знаю. Подтянул себя раза четыре и это был бы уже успех в моей жизни. То есть, ну, вот такую вот я был. Тем более, это коснусь. Я только-только начинал свою, точнее, не начинал. Уже, в принципе, в середине моего наркотического пути был. Я хочу один дом показать. Он абсолютно ничем не примечательный. Вот, видите. Ну, то есть, вообще. Но его построил Павел Юрьевич Сезор. Это тот же самый человек, который построил у нас, ну, самое известное его произведение архитектурного творчества. Дом Зингера, да? Дом Круги. Плюс, ну, вся Пушкинская улица, ну, почти вся Пушкинская улица его. Плюс, соответственно, вот дом, о котором вы можете прочитать, допустим, там, в моем путеводителе. С левой стороны от Малой Садовой, там, где фотоателье было Карла Буллы. Ну, вот при этом он и вот такие здания тоже возводил. И, собственно, если ты архитектор, то почему бы тебе не строить так, как, в общем-то, требует от себя те или иные обстоятельства. Там, где надо украсить, мы украсим. А он любил вот эту всю богатую лепку, вот эти все кариатиды, колонны, сандрики вот такие вот вычурные. И вот это вот все, это прям была его тема. Вот, в общем, короче, вот это вот там все играло. И, значит, сначала, в свой самый первый концерт у меня была какая-то группа, мы что-то собрались. Мы даже сдали не в Там-Таме, а тут рядом был какой-то завод на косой, по-моему, линии. В Там-Таме был такой человек, товарищ Альбертова звали. Абсолютно, короче. Хорошо, привет. Привет, привет. Абсолютно такой какой-то безбашенный персонаж. Он уже был, ну, в моем понятии он был какой-нибудь пенсионер. Но я думаю, что я бы, вот в вынешнем возрасте, окажись, там, я бы был уже вообще, наверное, там, ветеран. Да. В общем, короче, он устраивал какой-то концерт. Сюда нам, по-моему, не ошибаюсь. Да, сюда. Вот, мы там сыграли в этом, в каком-то там, значит, на территории какого-то завода. Ну и следующий этап, надо было, конечно, идти уже, относить кассету с другим моим проектом в Там-Там. Я ее отнес, мы тогда назывались White Caramel Dance. Значит, музыка была не моя, я там чисто, что меня тогда не очень устраивало. Я же тут был творец, я писал песни, я был гений, я был вообще, вообще. Вот без пяти минут, вот и все, и все, и все, и все, все мое. Отнесли и вот тоже начали играть. Потом у нас произошла реформация и стиля, и названия. Мы утяжелились, стали играть более тяжелую музыку. Как раз, или речь и геймз машин, тут можно идти вот сюда, можно идти вот сюда. Давай пойдем вот сюда, по узкому проходу. А ты можешь пойти сверху. Боже, какая, какая потрясающая находка. Я из-за решетки. Это аллегория противостояния творчества и власти. Вот так она разделяет нас с вами. На самом деле это полная херня, на мой взгляд. Да, и на этом этапе мы прервемся, потому что я сейчас хотелось бы поговорить на более серьезную тему. Хотя, в принципе, то, что я рассказывал, это тоже серьезная тема. Дело в том, что у нас в городе есть объекты, ставшие, ну, такими историческими мемами. Например, блокадная подстанция, блокадная полынья. Есть даже такой, ну, как блокадный маршрут. Я вот уже несколько раз водил по нему группы. То есть ты стартуешь от инженерного замка, идешь на тот же самый малый садовый, там он, памятник. Такой условный вот этот рупор, где ленинградцы собирались, слушали новости. Дом радио, конечно же, с Ольгой Бергольц. Здание филармонии, где был концерт Шостаковича. Театр музыкальной комедии, сам работавший и сформировавший творческие бригады, которые ездили по всему фронту. Ну и так далее. И здесь, на Ваське, вот туда дальше, ну, во-первых, тут есть квартира, точнее дом, на котором недавно, не так давно, в 2005 году только установили мемориальную доску Тани Савичевой. Мы там как-нибудь будем гулять, я об этом скажу и объясню, почему только в 2005 году. Почему в советское время, когда хотели установить советское время, это было невозможно, отказывали в этом. И вот здесь у нас абсолютно уникальнейший объект, деревянное здание. Причем это здание, оно перестраивалось, то есть оно начало 20 века, потом оно перестраивалось, предположительно, архитектором-гребенкой. Там дальше сейчас пусто, но там раньше был завод. До революции он принадлежал семье Бреме, ну, после революции, естественно, он был национализирован. Там было устроено производство медикаментов, и вот это вот здание, оно носит условное название блокадная аптека или витаминная аптека. Вот тут даже есть некий такой меморандум, да, память блокадных химиков. Значит, дело в том, что помимо, ну, отсутствия пищи, что, в общем-то, логично, да, когда тебе нечего есть, у тебя нет сил, но ты же, у тебя еще начинается витаминоз, да, цингаев, прочее, прочее. Вот здесь из хвои вырабатывали витамин С, дальше была очень серьезная проблема, особенно для зенитчика, так называемая куриная слепота, недостатка витамина А. Ну и, соответственно, здесь из всяких там борщевиков, одуванчиков и так далее вырабатывали определенный субстрат, эссенцию, которая вот позволяла хоть как-то восполнить дефицит этого витамина. Вот сюда, собственно, жители блокадного города приходили за этими витаминами, здесь же это все делалось. Ну, я уже раз, я же не помню, говорил я в этих своих выпусках или на экскурсиях, у меня иногда все это, знаете, смешивается в голове, что на фабрике изготовления государственных бумаг на Фонтанке, да, госзнак, который потом встал, там, где деньги делали бумажную, там, например, пищевую целлюлозу стали вырабатывать, которую добавляли в хлеб, ну и так далее. Именно по этой причине вот это здание было сохранено, хотя вся-вся начинка там внутри дворовая была разрушена, и, ну, по крайней мере, тот девелопер, который собирается там строить, не знаю, что там, апартаменты, гостиницы, что он там будет делать, он и пообещал этот дом сохранить, даже отреставрировать, ну, если это произойдет, еще честь ему и хвала. Здесь у нас такая вот тоже идиллия есть, показываю очень часто, вот такая вот. И крылатые качели начинают свой разбег, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, сердце чего-то там в груди, и только небо, только ветер, только смерть твоя в груди, впереди. Да, это мы опять немножечко нотки там-тама. Грибочки вот растут, видите, прекрасные. Ты зачем заслоняешь проход людям? Да, ну и, в общем-то, конечно, при грибочке придется сказать. Был такой мем. Платформа Ковалева. Куда в определенный момент лета, поближе к осени, какая собачка прекрасная, отправлялись грибники. Только эти грибники выглядели очень странно. Они все были в основном в пилотах, в косухах, в светлых джинсах, закатанных по щиколотку, и в мартинсах, точнее, в родных мартинсах, тогда практически никого не было, были какие-то эрозации. Они искали там грибочки. Грибочки, но не для того, чтобы сушить их и варить из них суп или соленья делать. Нет, это были другого рода грибочки. Плюс поперла вся эта эзотерика, кастанеда, божечки-кошечки. Я помню, как мы, значит, я пытался читать, он там, я не понял, сколько там там, томок-то этих понакатал этого всего. И все это говорило тебе о том, ну, Ирвин Уэллш, по-моему, попер уже позже, да? Я так сейчас не припомню. Тем более, я на самом деле делал интервью с Ирвин Уэллшем, когда он очередной раз приезжал. Он приезжал, он приезжал, и приезжал Даги Бримсон, такой, тоже английский писатель, который писал про фанатов. Тут пойдем экскурсию, девушка что-то там делает, смотрит на нас. Я говорю, продайте ковер. И она сразу ушла. Я думаю, вот что, ну, как бы, хочется какого-то, понимаете, интерактива, троллинга взаимного такого, ну, смешного, с подколами. Нет, люди порой очень, вот, они не восприимчивы к таким вещам. Вот удивительно, много лет вот это здесь пребывает, ЖКХ почему-то не закрасило. Непорядок, я считаю. Надо, конечно же, все это замазать, черты бабушки, сделать красивую серую стену. Сделаем. Let's make life grey again. Как тут, да, как тут в интернетах недавно было писано. Здесь, кстати, за углом, был гараж, потом его сожгли, он долгое время пребывал в таком сожженном состоянии. И вот теперь здесь расчистили площадку и чинят четвертую жигулеверу. В общем, конечно, наркотики было мощнейшее зло. Вообще, надо сказать, что... Не очень ровная линия окон. Вообще, надо сказать, что... Даже алкоголь, который тогда потреблялся, это же было просто смерть. Ну, это же просто какие-то... Все паленые, вот эта водка и так далее. Я начал, в общем, традиционный путь. Я сначала курил травку, потом закинулся колесами, которые в аптеке можно было купить, да. Ездил в Астрахань. Два раза я съездил в Астрахань со строя отряда. А третий раз мы уже поехали там с Серегой. Мне было 17 лет, ему 23. Уже конкретно за продуктом насобирали его. Ну, с приключениями все было. Это все у меня описано в книге «Эткость и Кадаштанги». Ну, и, в общем, короче, мы привезли сюда запасы энные марихуаны. И я на какое-то время это продавал. Я тогда был уже на третьем курсе училища. У меня была первая любовь. Машенька, которая работала проституткой, да. Но я очень сильно любил ее. Ну, а я вот продавал марихуану в Тамтале. Я себя, конечно, ну, немножко успокаивал тем, что, типа, трава не наркотик. На самом деле я до сих пор считаю, что это так. Особенно если нормальная хорошая трава. И если ей не заупотреблять. Потому что то же самое, как и алкоголизм. Я всегда говорю, что проблема алкоголизма не в алкоголе, а в дозе. Ну, конечно же, меня это не оправдывает, да. Но мне вот в определенный момент это очень сильно помогло. У меня там были разные ситуации с этой травой. Ну, я ее продавал еще и в центре. Хранил, прости господи, с обратной стороны от Казахского собора. Да, не увидят нас. Ну, как меня такого красивого можно не увидеть? Здесь у меня один раз была ситуация, когда мы что-то в парадной в какой-то находимся. Я там тоже что-то, я не помню, сделал. И вдруг забегают менты туда. И я не знаю, почему, как так произошло, но они нас вообще не тронули. Хотя, ну, было видно, с чем мы там занимаемся. Вот, но в какой-то момент я вдруг начал осознавать, что меня это в корне не устраивает. Значит, я не зря начал вот свой рассказ с этой вот новомодной хипстерни, да, которая вылет, я пойму, как, с точки зрения, наверное, 90-х годов. Тогда все было очень просто. Значит, если ты занимаешься спортом, ты, соответственно, слушаешь какой-нибудь шансон, группу Дюна и все такое вот проще, да, Алену Апину и группа комбинаций. Ты обязательно ходишь в какой-нибудь там в кожане, ну, не в косухе, а в кожане или в там спортивном костюме. Фильм «Брат», посмотрите, вот где вот они там трясут этого несчастного немца на рынке. Вот. Если ты, соответственно, даже не рокер, ну, рокер, понятно, а вот вообще, да, пойдем зайдем, открытая дверь. Ну, я не уверен, что есть что-то интересное, на самом деле, конкретно в этом доме. Вот даже, видите, не сохранилось, камина даже не сохранилась, ну, лепнина осталась. Вот здесь вот, да. Ну, и, собственно, наверное, все. Можно, конечно, поднется на последний этаж, но нет. Это дома уже вообще начало 20 века, опять часть Российского острова застраивалась гораздо позднее. Вот это родные двери, посмотрите, во что они превращаются, да, если их вот так постоянно красить. Заходим вот сюда. Данный дом интересен тем, что здесь вот первый двор, они постарались все-таки придать ему вид какой-то более-менее, потому что обычно, ну, вы видели, да, в дворах там не запаривается просто стены. Здесь вот они, видите, тут лазеровный кирпич разместили аж до второго этажа. Ну, то есть постарались как-то облагородить территорию. Вот эти вот доски, они нужны на самом деле. Вот там, видите, из чего сделаны крыши. Крыши все деревянные. То есть очередной раз вам показывают, что дома эти, они все как бы с деревянной начинкой. Ну, вот там, кстати, вот это было парадное подъезд, вот это вот черный подъезд, да. То есть здесь уже нету вас уже никаких ни каминов, ни прочее. Вот это вот вход в квартиру, но черный. Квартира здоровая на самом деле. Они идут, ну, вот в некоторых домах они вообще могли по периметру идти. То есть их могли зонировать и покупать как свою, так целиком, так и дробить все. Это, напоминаю, у нас это бывший дворницкий. Ну, и, собственно, мне это не нравилось, да. То есть если ты альтернативщик, то ты, естественно, куришь, бухаешь, ну, и, конечно же, там колешься и так далее. А вот, вот, кстати, напоминаю, видите, вот фактура внутренних зданий. Деревянные все они у нас. А вот среднего не дано. Ну, не дано и все. То есть это просто величайшее исключение из правил. Если сейчас это общее место, что ты можешь слушать какую угодно музыку, вести какой угодно образ жизни. В то время нет. Вот это было четкое зонирование. Ну, и, собственно, мне вот это не давало покоя. Мне нравился панк-рок, мне нравился хардкор, но мне не нравилось... Ну, то есть я понимал, что мой следующий шаг после того, как я, соответственно, позабавлялся с марихуаной, это садиться на иглу. А это, уже я тогда понимал, это билет в один конец. Хотя я... Мне очень хотелось попробовать. Я наблюдал вот этих персонажей из... Такие вот, знаете, заторможенные под гирой. Смотри, какая киса. Он тут гулял в прошлый раз, помнишь, да? Я же говорил, что он местный. Вокруг прямо этого окна. И тут я выясняю, совершенно вообще случайно, да, была такая группа, она еще в Там-Таме тоже выступала, Колыбель для окошки, Колыбель. Там был такой Никита, вокалист, я тут недавно, пару лет назад, встретил прямо у себя, там, в доме старых красавчиков. И он был такой, прям, качок. Качок такой, красавец, молодец. Вот очередной у нас, видите, за куточек. Красавец, молодец. И как-то, в общем, я первый раз увидел, что можно быть, на самом деле, на сцене, и вот таким. А потом я услышал Генри Роллинза, и вообще я узнал, про это Сред Эйдж, и я выяснил, что оказывается, есть такая фраза Stay punk, stay clean. Оставайся панком, оставайся чистым. Мне это очень сильно понравилось. То есть это как бы тебя примеряло, то есть ты мог слушать свою любимую музыку, но при этом, да, не бухать, не бухать. Ведь вы сейчас, запрещено у нас курить везде. А тогда вот в любой подвал зайдешь, и все, и у тебя просто ты вот пропах рычем дыма. Вот здесь, как правило, да, вот все эти скамеечки, вот эта вся территория, она в то время вся была, вся абсолютно забита посетителями клуба, к которому мы направляемся, и где мы, собственно, с вами были финишеры. Клуба Там-Там. Ну и уже в Там-Таме, когда я выступал, уже в Там-Таме я завязал со всем, то есть я абсолютно, у меня было 10 лет полной абстиненции. И это было очень тяжело, потому что ты, ну ты был один такой, да, как бы ты не мог найти в среде, там, ты не мог найти в тренажерном зале единомышленников по твоим каким-то, не знаю, там, музыкальным и прочим убеждениям, а в среде музыкальных ты не мог найти единомышленников по части, там, бег, тренажерка и все остальное прочее. Доходило до смешного, ты идешь с чуваками в бар, ты понимаешь, что ты не можешь ничего не пить, ты покупаешь кефир, наливаешь ее в такую кружку пивную, в какой-то момент она у тебя падает, я помню, я со второго этажа от кефира палился в одном баре, это было, конечно, очень жестко. Вот. Ну и вот мы, собственно, пришли вот сюда. Значит, вот второй этаж, вот эти черные окна, это зал непосредственно, концертный зал, откуда все гремело и носилось. Значит, вот там вот были сортиры, куда люди, соответственно, пытались проникать, женский мужской сортир, пытались проникать, лазая по стенам, каюсь, один раз даже я это сделал. А вот это черный вход, непосредственно, сейчас здесь, здравствуйте. Добрый день. А мы вот как раз про там-там снимаем немножечко, может, спустить хотя бы сюда. Проставить там-там? Да. Господи, как давно это было? Какое было место злачное. Да, злачное. Что-то я тут провел. А, вот это тоже? Ну, я сюда и вернулся потом. Да. Сейчас это театр на Васильевском, это Малысен называется. Да, камеры. Перед этим был Ахе, насколько я помню. Да, потом еще какая-то фигня была. Да, да, да. Короткая. А потом вот теперь, ну, теперь у нас драматический театр. Драматический. Гремелочка, гримерочку можно показать бывшую? А вам на самом деле надо вот как-то с вашей разговаривать. Я тут переживаю сами понимать. Ну, в общем, короче... А вы снимите его окошко, то вот окошко, крайне-то видели? В наклейках. Крайне то. Я же раньше через него брал разные. Что, не знаете окошко это? Нет, это не то окошко. А, то окошко. Все, еще, все. Нет, ну, мы просто еще, мы сначала сюда, а потом мы выйдем из главных. А если хотите прям внутри походить, надо зайти, или хотите, я поговорю, там, парень-охранник Виталик. Ну, поговорите с Виталиком. Сейчас скажу ему, зайдете? Да, скажите, да, а мы поя пока тут. Пошастайте, пока народу нет. Да, да, да. Да, значит, я, собственно, я, честно говоря, не хотел, потому что вот я был в молоке, и там, соответственно, у нас вот эти вот ахаляй-махаляй, всячески-масячески, вот этот вот узбекский ресторан и прочее, это, ну, честно говоря, сверпом по яйцам, да. Вот. В общем, короче, уже здесь, в Там-Таме, я начал, я переломался и начал вести совершенно другой образ жизни. А здесь начали происходить вещи крайне безрадостные. Во-первых, сюда начал прибегать ОМОН. Парадокс ситуации заключается в том, что выше этажом была милицейская общага. Это абсолютный сюр. Вот. Я всегда говорю всем, я всегда говорил и подчиненным своим, и всем остальным, ну, то есть, если вы хотите что-то в жизни добиться, в России, по крайней мере, я не знаю, как во всем мире, но в России это стопудово, вы должны действовать вопреки, а не благодаря. Вот если вы действуете вопреки, тогда у вас есть шанс чего-то добиться. Ну, по крайней мере, вот моя практика показывает, что вот вопреки, вопреки общественному мнению, который тебе говорит, не делай то, не сюда, экскурсии не твое, вообще, тря-тря-тря-тря-тря. Да, вопреки какой-то сложившейся ситуации в стране, вопреки тому, сему, пятому, десятому. Вот этот клуб существовал абсолютно вопреки всему. И он, как бы, олицетворял лично для меня сам насыщенный граунд. Да, здесь были, здесь не было никакого комфорта, никакого удобства. Я помню, когда я первый раз попал в московский клуб, где играла тяжелая музыка, и там были столики, куда какие-то официанты приносили какую-то еду, я охренел. У меня это абсолютно вообще, ну, то есть, у меня это не вязалось. Какая жопу еда? Тут пиво, пиво продавали, да, и то неофициально, естественно, да, Гакель начал его продавать просто потому, что, ну, он понимал, что лучше пусть оно здесь будет, да, и вообще изначально давали ящик пива за выступление, ну, как бы, командам попроще, не таким известным, давали пол ящика, мы из-за ящика никогда не играли. Потом кому-то там, даже, может быть, он там в конце начал платить деньги и так далее. Ну, пойдем пока вот там шарится, сейчас обойдем этот кур. Я еще раз, я еще раз хочу сказать, у меня нет вообще никакого желания проникать внутрь, потому что, ну, как бы, не очень такая, мне будет ностальгия. значит, одна наркота постоянно здесь, при том, что с ними пытались бороться, да, и сами Гакель, естественно, вообще не-не, он к этому абсолютно отрицательно относился и так далее. Ну, в общем, я помню самый первый рейд ОМОНа, у меня вот в романе корень, то есть, эта ситуация с Там-Тамом нашла отражение в двух моих литературных трудах. первое, в томографичном, так если какая-то штанга, тут понятно по названию, о чем она, а второй же художественный роман, который я потом писал 10 лет, потому что моя задача была написать целиком полностью выдуманное произведение, но там какие-то ситуации из своей жизни я туда вкраплял и просто преломлял и в какие-то в рамки других героев помещал. Вот там есть ситуации, когда герой снится сон, как он там девушку выносит из Там-Тама. Это моя была ситуация, там была барышня, ее кинули прямо лицом в разбитое стекло, ну и, собственно, я ее вынес из клуба, но обратно уже было не зайти. Понятно, что ОМОНу, ну и тогда вообще это как бы приехали, значит, уложить это все, плюс понятно, что вся круга знала, что если надо где-то что взять, вот там вот здесь, есть же такое, ну то есть особенно у отдела по борису с наркотиками, у них есть определенная счетность, да, и как бы ты тут рейд сделал, и ты себе закрыл как бы там, медали на месяц вперед, да, поэтому раз рейд, два рейд, ну и короче, это раз. Это первый фактор. Второй фактор, что это был клуб, ну то есть это был билет в один конец, то есть группы, которые все играли, большинство из них, они, естественно, не имели никакого коммерческого успеха априори. Ну то есть Король и шут, да, вот, наверное, самый успешный проект, но я бы, честно говоря, не сказал, что они вот прямо панки вот в таком прямо христианом понятии этого слова. посмотрите, какая здесь чудесная доска висит. Руководил новостейского восставшим пролетариатом РСГРФ. Вот если бы большевики не выиграли бы, да, то здесь бы этой доске не висело бы, а говорили, что здесь была организация, которая вела антиправительственную подрывную деятельность, направленную на сражение государственного строя. Сейчас за такое жесткое статья и прочее. Но победители не судят, кто выиграл того и тапочки. Ну и в общем было понятно, что это рано или поздно может закончиться. Да, вот эти ОМОНовцы, которые все время сюда прибывают, вот этот постоянный хардкор, который с коммерческой точки которой абсолютно бесперспективный и так далее. Ну и самое главное существование на плечах права. вот вход был здесь. Вот отсюда мы заходили. То есть там я показал вам служебный вход, да, а вот здесь был главный вход. Ой, блин, да. Тут у нас високише висят. прекрасный театр. Вот про это окно он говорит. Металлопластик, кто бы мне сказал об этом. Ну и пойдем, ладно, там закончим. Ну и все. Ну и Гакель, видать, был успешный, уставший. Еще одна ситуация была, она очень была показательная, я ей тоже вставил в книжку своих корней, приехала группа из Японии, они играли такой тоже очень жесткий хардкор, ну и там в основном в зале были одни скины, и там вот прямо стали орать ел щит, ел щит, Гакель не выдерживал, выскочил, что типа ребята, ну как вам не стыдно, люди приехали из океана специально, чтобы вам дать концерт, а вы вот так себя ведете. с детьми малыми пытался общаться, но это было бесполезно. Ну и в общем, короче, дело ясное, что все это прекратилось в 96 году, и, значит, ну, кирпичи отсюда вышли, таки ладжа, смартшайдер кунст, ну из таких, как более, сказы леса, кстати, ну сейчас они практически малоизвестно, но еще раз говорю, самая, конечно, знаменитая команда, это Король и Шут, это вот клуб, опять-таки, где им удалось сыграть, играть на постоянной основе, Гакель их сюда пускал с превеликим удовольствием. Все остальное, оно полегло вообще бульем, и, наверное, в этом есть определенная закономерность, потому что это был вот такой, кто же его назвал, инфернальный, да, центр вообще Петербурга, да, петербургской субкультуры, но это была субкультура в чистом виде, и вот, когда ты выплеснул эту энергию, ты, ну, в моем случае, да, мой, наверное, путь не самый показательный, но ты смог преобразиться, и именно благодаря Тамтану я понял, что, я не думал, что будет такой финал, да, такой в стиле, знаете, как это сказать, преподавательском, да, я понял, что наркотики за лоб, ну, не, ну реально, то есть, вот я именно здесь, я понял, что нет, это, no, no, я, еще когда, там, я одноклассник, там, начал старчиваться, я понял, что нет, поэтому, вот уже за это я ему, собственно, благодарен, ну и второе, за что я ему благодарен, это, конечно, за тот опыт и тот драйв, который я получил, потому что, может быть, мне уже и 45 лет, вот 46 будет в этом году, но, конечно, хардкор и панк-рок всегда right in my heart, let me speak from my heart about the famous club там-там, и что бы ни происходило, я периодически возвращаюсь к тем записям, я слушаю там различные группы, и вот буквально вчера опять переслушал Dead Kennedys и поразился все-таки, насколько, насколько это вообще не то. И чтобы как-то подвести эту тему к мажорной ноте, я хочу сказать, что у меня тут был реальный флэшбэк. Я вдруг увидел там-там в современном виде. Это случилось в Соткино-Котельнической набережной, куда я пришел к своему знакомому, я как-то, по-моему, уже об этом рассказывал, Степе Казарянову, который устраивает фестиваль Буль, и там сидел такой парень, лысый, в черной футболке, и рядом с ним девушка, тоже вся в черном. Я вообще не понятия не знал, кто это такие. Я как бы, я посмотрел на них, и я понял, что вот это оно. Они говорят, ну, а вот мы как группа Шот Перис. Хер знает, как я была Шот Перис группа. Я в принципе не слежу сейчас за музыкальным новинками. Но вот я как-то что-то почувствовал. И потом я увидел их творчество, и то, как они развиваются. И я понимаю, что эти ребята играют, ну, скажем, они не играют там жесткий хардкор, но по их подаче, по их вообще концепту, по их ощущению мира, по тому, вот как вот Гакель, да, вот он говорил, что вот начался чёс, да, после 80-х, 90-х. И его это раздражало. Вот Шот Перис, несмотря на то, что они сейчас довольно спешные, я вот чувствую у них вот эту вот жилку. Мне кажется, что вот это, это такая реинкарнация Там-Тама, ну, вот лично для меня, да, и поэтому я счастлив, что вот хотя бы где-то я могу находить эти отголоски. Ну, и вот эти чёрные футболки и лысые головы, ну, это вот прямо, это вот отсюда. И раз уж мы говорили про Севу, ну, и про Севу тоже, ну, и про Стёпу, хочу дружески посоветовать вам посетить его бар, он открыл его в Москве на Садовом кольце, дефолт называется, я оставлю там внизу ссылку. Зайдите, очень милое заведение, ну, те, кто в Москве, ну, или если вы будете в Москве, то загляните, да, Шот Перес не имеет смысла рекламируйте, уж тем более мне, они уже сейчас в этом не нуждаются. Я вам от себя просто очередной раз сейчас сделаю несколько анонсов. Друзья, мои экскурсии идут, пока что в Петербурге был огненный заезд в Москву, когда я буду в следующий раз в столице нашей Родины не знаю, следите за анонсами на сайте. В продаже есть три книги совершенно разных, путеводитель по Невскому проспекту, Невский с перцем, книга о пиаре во время русско-японской войны, о той пиар-компании, которая провела Япония и как она смогла промыть мозги всем с большим количеством иллюстраций. Ну и острый социальный триллер «Корень», где нашло свое отражение все то, что происходило в 90-х, ну и в частности немного и про клуб «Там-там» там тоже есть. Еще хочу обратиться к вокалисткам в городе Петербурге. Если среди вас есть талантливый и с презентабельной внешностью, то напишите мне «Есть дело». Ну а бонус-треком будет песня, написанная как раз-таки практически сразу после закрытия клуба «Там-там» и передающая то, что конкретно я тогда испытывал. Ну а на этом все, друзья мои. С вами был гид Павел Перец. АК «Кончита Лурст». Увидимся в следующих выпусках. Пока. Ставшего сердца хруст Недо Недоношенное счастье Судьба сдала карты Не той масти Дом, где я живу Бетонный кокон Пустые глазницы Металлопластиковых окон Они занавешены Они молчат Жизнь интернет Общение чат И раздирающая Изнутри пустота Я бы спел Пролюбать Да только рифма не та Ночный клуб Туалет Две белые дороги И что я имею в итоге? Белый рубин Белый рубин Дорога станет чище Без проколотых шин Я растворяюсь Я удаляюсь Дыхая теплый Жгучий бензин Много причин Много причин Чтобы нюхать пыль Для слабых мужчин Искусство может Быть строже Смерть Оставляет мне Выход один Выход один Выход один Переливание крови В больнице Ночью не спится Вены протыкают Тонкие спицы Война под одеялом Боль впивает в меня Острые жалобы Принесет в ампулах Тяжелый сон Нет, сестра Это мой страх Это мой страх Я избрал путь Слишком строгий Но что я имею в итоге? Белый рубин Белый рубин Дорога станет чище Без проколотых шин Я распаряюсь Я удаляюсь Дыхая теплый Жгучий бензин Много причин Много причин Чтобы нюхать пыль Для слабых мужчин Искусство может Быть строже Смерть Оставляет мне Выход один Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин